МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Путина. Неделя третья. Горбуши пока немного, но и ту рыбакам надо отстоять. Сити обворовывает нерпа. Мама, камни китай! А вот она, курица! Успеть до звонка. Полсотни школ и детских садов приводят в порядок 1 сентября в Магадане. Цена вопроса 70 миллионов рублей. Проштрафились. В минувшем году колымчане заплатили 61 миллион рублей дорожных штрафов. В соседней Якутии 1,5 миллиона. Об этом и многом другом. За 15 минут. Перелеты до Камчатки вернулись в список. Прямые рейсы по маршруту возобновят с 5 июля. Раз в неделю по четвергам выполнять их будет компания Камчатское авиационное предприятие. Тариф фиксированный. Путешествие до полуострова в одну сторону колымчанам обойдется в 21 820 рублей. В настоящее время пассажиры добираются до Петропавловска-Камчатского через город Хабаровск. При этом нужно ночевать в городе Хабаровск. Сейчас у них появилась отличная возможность полететь на прямом рейсе в пути всего 2 часа 25 минут. К сожалению, субсидии на данном рейсе не предусмотрены. Предусмотрена скидка для детей. От 2 до 12 лет 50% от тарифа. Время вылета из Магадана в 13 часов 20 минут по местному времени. Рейсы до Петропавловска-Камчатского выполняет самолет Як-40 вместимостью до 32 пассажиров. На рыбалке скучно не бывает. На промысле красной рыбы представители коренных малочисленных народов севера столкнулись с проблемой. До половины улова из сетей воруют нерпы. Иной раз 10 хищников одновременно подходят к берегу в поисках легкой добычи. И едят, прям голову одни оставляют и все. Она воткнулась, схватила вместе с сеткой и вырвала кусок. Но нерпы и рыбаков не испугаешь. Время на своение объемов есть. До 16 сентября северные аборигены имеют право поймать почти 600 тонн лососевых. На каждого 10 хвостов кеты, 41 горбуши, 4 кижуча и 5 килограммов гольца. Решительно настроены и рыбаки-любители. Они начали лов на 10 лицензионных участках. Остальные 8 откроют в среду 4 июля. Подход рыбы пока слабый. На участке Духчинский 1 за 3 дня поймали 24 хвоста горбуши. Ждем подход. Вода холодная, рыба не подходит. Сегодня, если вот вчера произошла смена воды, может быть из-за того, сегодня толчок. Видите, и нерпа появилась, и все-таки рыба бьется. На рецензионных участках в день выдают максимум 2 путевки на человека. По каждой можно выловить 10 хвостов горбуши, 5 кеты, 3 нерки и 10 килограммов гольца. В этом году на спортивно-любительское рыболовство выделили 230 тонн красной рыбы. Стоимость путевок варьируется от 800 до 1500 рублей. Участки работают с 6 утра до 10 вечера. Вместо скамеек – ремонт котельных. Региональный закон о межбюджетных отношениях может претерпеть изменения. Сегодня городские округа получают денежные поощрения за успехи в благоустройстве. Депутаты областной думы предлагают предусмотреть возможность направлять эти средства и на модернизацию объектов ЖКХ. Законопроект внесли в повестку очередного заседания областной думы, которое пройдет 6 июля. Ежегодно 10 миллионов рублей получают округа, которые качественнее других благоустроили свои населенные пункты. В 2017-м Хасынский городской округ получил 5 миллионов рублей, Магадан – 3 миллиона, Хинькинский округ – 2 миллиона. Рабочие должны успеть до первого звонка. К началу учебного года в 13-й гимназии основной фронт работ в туалетных комнатах. На первом этаже полностью заменили сантехнику, установили новые двери, положили кафель. Ремонт обошелся более чем в 600 тысяч рублей. Своими силами сотрудники гимназии ведут и косметический ремонт. 1 сентября за партой здесь сядут 850 учеников. В прошлом году мы сделали полностью кухню и все прилегающие кухни. Они за этой дверью. И сейчас осталось самое сложное и трудное. Работа кипит в английской гимназии. На цокольном этаже подрядчик реставрирует помещение пищеблока. Ремонтирует инженерные сети, старые дощатые полы, меняет на кафель. Стоимость капитального ремонта превысила 3 миллиона рублей. Все деньги – средства гимназии и спонсоров. Толкнулись с той проблемой, что просто огромный объем, крайне запущенное помещение было. Просто одного только мусора пришлось вывозить, несколько камазов отсюда. Мусор – это что это? Бетонный мусор, доска гнилая, половая, штукатурка старая, отбитая. Семь детских садов Магадана закрыты на ремонт. В 69-м строители меняют кровлю. В порядок привели половину из 1300 квадратных метров. Десять рабочих намерены закончить в срок. Всего из городской казны на ремонтные работы в школах и детских садах выделено 70 миллионов рублей. Большая часть, почти 40 миллионов, это уходит на капитальный ремонт 39-го детского сада. И я как обещал, так и мы должны выполнить там работы до Нового года, потому что утренник дети должны провести в своем родном детском саду. К началу учебного года в Магадане готовят 20 школ и 33 детских сада. Приемка начнется 17 августа. Вопросы к управляющей компании. Жители улицы Набережная 4 года жаловались на осыпающийся козырек. Ремонт начался, но жалобы остались. Советы начинающим туристам. В Магадан автостопом приехал президент Академии вольных путешествий. Алексей Кулешов учит бюджетному отдыху. Мобильный репортер приручил Белку. Возможно, отдых в дачном поселке недалеко от Олы располагает к тому, чтобы заводить новых друзей. У меня есть долг перед РЭУ-6, но я принципиально не буду платить до тех пор, пока они не приведут порядок подъезда. В 4 года жители 67-го дома по улице Набережная обращаются к управляющей компании с просьбой о ремонте козырька над подъездом. Здесь, по их словам, в 2016-м на мальчика упал кусок бетонной конструкции. Спасла шапка, ребенок не пострадал. Мы в подъезд, когда дождь войти не можем, открываемся двери насквозь и зонтами пробегаем, потому что все льет. Льет в смысле не с козырька, а уже в подъезде. Из-за постоянной влажности в подъезде начали расти грибы. На стенах плесень. По той же причине не устанавливают домофон. Боятся, что замкнет. На постоянные жалобы в управляющей компании отвечали, что ремонт подъезда стоит первым в списке. Два дня назад работы начались. Если вдруг что-то не понравилось, мы по окончанию работы, выполненные работы подписываем у самих же жильцов. Проходим также по всем квартирам. Из-за выполнения работы жильцы расписываются по выполненным работам. Но если что-то не нравится, то мы также переделываем, доделываем. По словам главного инженера, первый раз жители подъезда обратились два года назад. На минувшей неделе поступила вторая жалоба. Так или иначе, ремонт козырька уже начался. К 5 июля работы планируют завершить. Такой срок установила жилищная инспекция. В 2017 году колымские автомобилисты заплатили 61 миллион рублей штрафов. Данные приводит консалдинговая группа «Финэкспертиза». На Дальнем Востоке в лидерах отчасти в силу большого количества жителей Приморский и Хабаровский край. 740 и 544 миллиона соответственно. На Сахалине в казну от проштрафившихся водителей поступило 244 миллиона рублей. На Чукотке 7,5 миллионов. А в Якутии, где проживают около миллиона человек, пришлось всего полтора миллиона рублей дорожных штрафов. Для того, чтобы начать путешествовать, нужно знать 8 основных вещей. Какие это вещи? Сейчас я вам расскажу. Первое место в списке Алексея Кулешова занимает «Желание». Президент Академии вольных путешествий опытом делился в туристском информационном центре. Рассказать есть о чем. За плечами 58 стран. Открывать для себя что-то новое, говорит Алексей, нравилось с самого детства. Странствовать вместе с женой Аленой начали 10 лет назад. Тогда им было по 16. Уже побывали на четырех континентах. Если это не какая-то маленькая европейская страна, либо это развитая бывшая британская колония, то мы учим местный язык. Хотя бы 15-20 самых основных слов перед приездом. И уже в процессе путешествия по стране, если язык этой страны как бы не сложный, не тоновый, как скажем, в Китае, в Таиланде или во Вьетнаме, то этот язык легко учится. Путешествует пара в эконом-классе, то есть автостопом. Из Москвы выехали 10 июня. Три дня назад прибыли в Магадан. Лекцию Алексей Кулешов провел по своей инициативе. Главная цель – научить слушателей путешествовать бюджетно. Самое главное – это гостеприимный народ. То есть одна из основных целей моих путешествий – это общение с людьми и познание окружающего мира таким, какой он есть. Соответственно, Индонезия – это легко, и у них как бы достигается страна большая. То же самое Мексика, то же самое Китай – это одни из крупнейших и по населению, и по площади стран мира. А чем больше страна, тем, я считаю, интереснее. Для экономных туристов помощь на словах не заканчивается. Весной Алексей два месяца жил в Никарагуа. В городе Гранада он с друзьями реализовал проект «Дом для всех». Бесплатно крышу над головой предоставят нуждающимся путешественникам. В следующем году подобный дом Алексей планирует открыть на Шри-Ланке. Приветом из набережных Челнов. В путешествии до Магадана своим ходом отправились двое жителей Татарстана. Опыт дальних поездок уже есть. Байкал, Уральские горы, Алтай. В числе достижений Данила Болтачева – покорение Эльбруса. Федор Алексеев – профессиональный спортсмен, занимается кикбоксингом. Им предстоит проехать 20 тысяч километров. Стартовали 1 июля. Обойдется поездка, как две недели в роскошном отеле на зарубежном курорте. Примерно запланировали, что где-то 1300. Потому что сейчас цены на бензин стали очень-очень кусаться. У нас Toyota Tundra – достаточно прожорливая машина. Вот. Где-то 1300. Мы запланировали, что 1200 будет на бензин, и 1100 у нас именно на еду, на проживание. В Магадан автопутешественники планируют приехать 16 июля. Здесь они проведут два дня. В планах – запись видеоблога о местных достопримечательностях и знакомство с магаданскими спортсменами. Обратный экипаж отправится тем же маршрутом. Водой, песком, высотой. Мобильный репортер познакомился с Белкой. Либо голодной, либо непуганной. Она спокойно принимает угощения из рук. Возможно, в дачном поселке, недалеко от Улы, отдых располагает к тому, чтобы завести новых друзей. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МТК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. 4 июля в Магадане без осадков. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 76%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова